Серж Винтеркей Чёртов данж Глава первая Засада В Агиваросе я ещё не был, но его расположение позволило мне оказаться там всего через 20 минут. Крепостная стена, как и у эльфов, была солидной. Ворота попроще по дизайну, что меня не удивило. Таких эстетов, как эльфы, ещё поискать. На входе никакой оплаты не было. Ну, понятно, самый популярный город для нубов. Не самых платёжеспособных клиентов. Архитектура города была разномастной. При общем европейском векторе попадались здания явно в восточном стиле. Таверна Трелисник оказалась всего в пяти минутах от главных ворот, как мне и писала Руфаэль. Толкнув дверь, я вошёл внутрь, тут же удивившись тому, что в таверне никого нет, кроме сидевшей в глубине зала девушки, явно Руфаэль. Направился к ней, отметив, что сидит она в какой-то напряжённой позе. Неприятности? Снова напали агры? А где же Ротардиль? Но причину опущенного вниз взгляда я понял только, когда подошёл поближе. Рядом с ником Руфаэль появилось ранее отсутствовавшее название клана — «Чёрные соколы». Тут же, оглянувшись, увидел входа в таверну трёх игроков. На лестнице, ведущей со второго этажа, раздался топот ног. Именно оттуда появился и игрок, которого я сразу узнал по запомнившемуся дизайну доспехов. «Привет, Трой!» Унрау явно был счастлив. Вот, наконец, мы и свиделись. «Устроив клану агров огромные проблемы, я неоправданно расслабился и попал в достаточно примитивно организованную засаду. Ума не приложу, как Руфаэль оказалась среди чёрных соколов, но я о такой возможности даже не подумал, доверчиво, как баран, прибежав по первому зову едва знакомой девушки. Конечно, с точки зрения психологии понятно, почему я так облажался. Руфаэль и Ротардиль были первыми игроками, с которыми я нормально пообщался, оказавшись в игре. Эти пару часов помогли мне легче пережить самое тяжёлое время, когда я убивался по поводу своей смерти в реальном мире и невозможности вернуться к семье. Но, блин, и такие вещи надо отмечать и понимать, иначе вот так и влипаешь практически на пустом месте. Все эти мысли мелькали в моей голове, пока руки на автомате закидывали в рот с зельем на пролич. Но мой недавно полученный и прокачанный навык давал мне пять секунд на принятие эликсира от пролича. Хватило и двух. Видя, что я всё ещё свободно передвигаюсь, он Рау удивлённо поднял брови. «Да ты у нас полон секретов, нуб», — рассмеялся он. «Ничего, мы с тебя их снимем вместе с твоими артефактами». Его малограмотную реплику я проигнорировал. Дискутировать я не собирался. У него, в отличие от меня, больше тысячи подчинённых. Чем больше будем болтать, тем больше из них здесь появится, что затруднит мне попытку убежать. Главный вопрос — куда прорываться? К лестнице, чтобы попасть в комнату? Или к двери, чтобы вырваться на улицу? Сначала, чтобы не убили, пока думаю, прыгнул под стол. При этом ни магических ударов, ни стрел по мне больше не пускали. Видимо, хотят взять живым. Уже в прыжке решил, попытаюсь прорваться в комнату. На пути у Нрау и три игрока у лестницы, а вот к тем трем игрокам, что у двери, может добавиться ещё невидимый мной десяток у входа за дверью. Сделал копию себя при помощи браслета раздвоения, отправил её к двери. Вскочив, совершенно неотличимый от меня трой, побежал к тройке игроков у двери. Сам я оторвал бусину с ожерелья, чуть привстал из-за стола, не светясь перед врагами, и метнул её навесом в группу игроков у лестницы в десяти метрах от меня. Сработало, как и обещал Фонуар. Едва стукнувшись о пол, бусина с неимоверной силой притянула к себе всех игроков, включая Унрау. Тем временем игроки у входа всё же атаковали мою подбегающую к ним копию заклинаниями и стрелами. Но оценить оказанной атакой на неё эффект я не успел. Раздался громоподобный взрыв. Четыре слипшихся в нелепый шар вокруг крохотной бусины фигуры полетели, как огромные кегли в разные стороны, сшибая всё на своём пути. Один из них преодолел аж метров десять, пока не разнёс своей головой барную стойку. Путь к лестнице свободен. Я тут же попытался телепортироваться сразу на второй этаж. Осечка. Снова попытался. И снова осечка. Что за хрень? Ладно, что же тогда остаётся? Скастовал невидимость и рванул к лестнице, краем глаза отметив, что трое из игроков, разбросанных бусиной, не встали. Только Унрау стоит на четвереньках, мотая головой. Я мчался, как ветер, к свободе. Мощным прыжком запрыгнул сразу на шесть ступенек вверх и такими же прыжками рванул дальше. До двери в мою комнату оставалось всего метров десять, и ни одного игрока на пути. Внезапно сильнейший удар в грудь прямо из пустоты поднял меня в воздух и обрушил назад. Пролетев метров пять в воздухе, я рухнул спиной на пол первого этажа. Падение выбило из меня половину оставшейся после попадания стрел жизни и оглушило. Пошевелиться я не мог. На ступеньках лестницы прямо из воздуха соткался огромный орк в чёрных доспехах. Зараза! Видимо, стоял в стелсе на лестнице и ждал меня. Вот почему я не смог телепортироваться туда. Нельзя прыгнуть в занятое другим игроком место. Спрыгнув с лестницы прямо рядом с моей головой, он вонзил в моё плечо огромный меч, намертво пришпиливший меня к полу. Я рассмотрел его ник. Орк — великий убийца на все века и клан, называющийся по-простому. Наемники. 295-й уровень. Вот оно что! Сами агры побоялись, что со мной не справятся, и наняли крутого профессионала. Видимо, с датчиком против стелса, иначе не понять, как он меня засёк. Орк молча достал кинжал и прибил им к полу также мою левую руку. Отошёл явно, чтобы полюбоваться издалека. Ты ещё, дебил, селфи сделай! Меня это достало. Я скастовал огромный валун прямо над его самоуверенной головой. Да, 295-й уровень и, небось, несколько тысяч жизней, но против валуна в несколько тонн. Шмякнуло, хряснуло. Валун наполовину проломил пол, но остался торчать из него. Одна из ног Орка в крутом фиолетово-чёрном сапоге, оттенках характерного для мифрила, была видна с моей стороны, краснее от растекающейся крови. В ту же секунду я потянулся, наконец, оживший после падения правой рукой к левой, собираясь выдернуть приковавший её к полу кинжал. Но тут перед глазами мелькнула полоска стали, лезвие меча пронзило моё горло, вонзившись в пол. Мигнуло очередное оповещение. Я уже научился их читать прямо на лету, не отвлекаясь от основных событий. Осталось 5% от жизни. Так, у меня осталось 4 секунды. За это время можно выпить один или два эликсира на здоровье, но что это даст? Меня пришпилили к полу, как бабочку к стене в коллекции энтомолога. Хрен я теперь куда денусь. Надо уметь признавать поражение. Но это не значит, что я сдался. Даже в самых худших ситуациях надо бороться, как это делал реально существующий человек, который также меня всегда восхищал, Стивен Хокинг. Практически полностью парализованный и скрюченный, он десятилетиями писал и публиковал книги. Совершал выдающиеся открытия. Живи, Хокинг, в те времена, когда Диоген искал с фонарем человека, он бы его точно нашел. Наклонил голову, чтобы посмотреть, кто меня оприходовал мечом в горло. Он рау. Весь окровавленный и какой-то покореженный, склонившийся болезненно на бок, полностью утративший ту респектабельность, восторг и жизнерадостность, с которыми меня только что встречал. — Эй, мудак года, подойди! — еле слышно просипел я. Лезвие меча в горле сильно мешало говорить. Унрау меня все же понял. Это было видно по вспыхнувшим бешенством глазам. Достав кинжал, он шагнул ко мне. То, что надо. Я тут же приготовился скастовать валун, который упадет с гарантии на нас обоих. — Прощай, мудила! Я слабо помахал правой рукой. Четыре секунды истекли. Валун возник над нашими головами и понесся вниз, с каждой долей секунды все больше заслоняя потолок. Более от этого удара я уже не почувствовал. Мигнуло оповещение. Выберите точку воскрешения. Варианты. Текущий город. Деревня Янава. Не, город мне что-то не понравился. Сервис откровенно слабоват. К туристам прямо-таки враждебное отношение. Сколько я протянул после того, как вошел в ворота минут семь? Так. А Янава? Что это? А, деревня, из которой я полетел к замку Агров. Нормально. Агротуризм рулит. Выбираю. По сравнению с прошлым воскрешением в одних семейных трусах, в этот раз я выглядел намного пристойнее. Много предметов я, конечно, потерял. Навскидку так, на тысяча три-четыре золотом минимум. Не внял я в полной мере предостережением Виолетты. Не внял. Особенно было жаль потерянного кинжала короля летучих мышей с эффектом паралича. Он мне здорово пригодился в засаде у Хала Тары и моего многозарядного арбалета с отравленными стрелами. Если они его растиражируют, нубам придется вообще паршиво. Правда, есть надежда, что арбалет в хлам раздавило валуном, и агры не смогут догадаться, что он был многозарядным. Примут чапки от магазина за необычные формы колчан. Эх, и сапоги скорохода пропали, и посох «Тихая смерть», и шлем «Оплот мага», и лук «Бесшумная смерть», и большинство колец, блин, и подзорная труба, и оба резервуара с магией, и пояс мошенника. Это о печальном. Теперь попытаюсь настроиться на позитив. Что у меня осталось? Плащ Доминтера, панцирь следы на траве, кольцо легенды нубятника, кольцо бессмертного, кольцо умника и поножи ученика мага, зеркало кокелат, браслет раздвоения, бриллиант чести, налокотники тронитера, сапожный нож, сеть рыбака, хрустальный череп с огненными глазами. Как-то понемногу, но разжился все же очень редкими, уникальными и легендарными вещами, которые нельзя потерять. Да и, конечно, на шее висело легендарное ожерелье, одолженное мне фануаром с обязательством возврата. Плохой новостью было, что потерял почти все предметы с бонусом на скрытность. Хорошее то, что я считал миссию по мести клану «Черные соколы» выполненной и больше не видел необходимости собирать деньги на случай непредвиденных расходов. Теперь их можно было при желании потратить на такой комплект вооружения, который нельзя утратить в случае смерти. В самом деле, да, под конец я то ли устал, то ли необоснованно расслабился и дважды облажался. Первый раз с трясиной, где еще легко отделался, а во второй с попыткой расслабиться в дружеской компании, за которую расплатился по полной. При этом факт, что я погиб, крайне прискорбен, но мстить за него нет особого смысла. С собой я унес в могилу четверых или пятерых высокоуровневых игроков, так что особенно не обидно. Любому самураю в феодальной Японии за такую смерть воздавали бы потом долго почести. Да, аграм достанется лут с моей тушки, но я взял за все время взаимоотношений с ними лута, с их игроков и с их хранилища на сумму раз в пять большую. А сам факт, что в результате моих комбинаций клан Черных Соколов вышибли из их замка, при этом убив и облутов большинство игроков, стал блестящей местью за гибель Нани. Не уверен, что все короли в этой игре смогли так отомстить за своих любимых, как уже смог я. В результате моих действий клан Черные Соколы потерял миллионы золотых монет по совокупности всех потерь. Отброшен на месяцы в негласном соревновании с другими кланами. Наверняка потеряет теперь и в численном составе. Поэтому все, хватит. Тему мести закрываем. Правда, была тут одна печалька, как любила говаривать одна моя знакомая в реале. То, что я утратил интерес к дальнейшим боевым действиям, посчитав миссию выполненной, не означает, что так же будет и с аграми. По предыдущему поведению Унрау я мог твердо ожидать, что интерес Черных Соколов ко мне с их стороны не пройдет. Мужик зарекомендовал себя как капризный и крайне самовлюбленный донатор, постоянно пытающийся подчинить себе все, что выше травы. Знакомый типаж по другим играм, понятен и психологический профиль, и что от него можно ждать в будущем. А я ему, такому всему крутому и обидчивому, преподнес столько подарков. И титул мудагода. И объявленную за его голову обидную цену в одну медную монету в обмен на две с половиной тысячи золотых, назначенных им за мою. Наверняка он должен догадываться и о том, что и на замок его напали не без моего содействия, если у него есть хоть капля мозгов. Да и в таверне только что его грохнул при первой личной встрече. Жаль, но не выглядит он как благоразумный чувак, способный понять, что контакты со мной портят ему карму. Напоминал он мне больше всего того японца, которого поймали в Индонезии лет через двадцать после войны, проигранной Японией. Не получив прямого приказа сдаться, он так и продолжал воевать, не пытаясь включить здравый смысл и осознать резко изменившуюся реальность. Не радовало и то, что на меня напали прямо в таверне, прекрасно зная о многочисленных суровых карах за нападение на игрока на территории населенного пункта. Один этот факт свидетельствовал о том, что я их очень достал. Планы взять меня живым и помучить провалились. Убили они меня с большими жертвами в собственных рядах, поэтому вряд ли их чувство мести будет удовлетворено жалкими несколькими тысячами золотых лута. Кстати, надо глянуть, грохнул ли я действительно Унрау или только думаю, что удалось это сделать. Но не стоит проверять сообщение прямо на улице. После резни в таверне населенные пункты мне больше не казались безопасным местом. Зашел в таверну, комната все еще была оплачена, поднялся в нее. Вами убит игрок 90 уровня, получен опыт 2700 единиц. Вами убит игрок 98 уровня, получен опыт 3050 единиц. Получен 30 уровень, не забудьте распределить 2 балла. Вами убит игрок 295 уровня, получен опыт 8750 единиц. Вами убит игрок 167 уровня, получен опыт 4320 единиц. Вы погибли, потеряно 7000 единиц опыта, утрачен 1 балл из 2 нераспределенных. Так, значит, двое первых — это погибшие от бусины. Получается, помимо Унрау все же уцелел еще один. А сам Унрау неплохо прокачался. Игрок 167 уровня, это может быть только про него. Мне повезло, что после получения 30 уровня я хапнул массу опыта за орка и Унрау, часть которого потерял при гибели. Как один нераспределенный балл. Но уровень сохранил. Интересно, мой пед, заимствующий у меня половину опыта, потерял его из-за моей гибели или, сидя в инвентаре, спокойно сохранил? Был только один способ проверить, и я призвал принца. Ваш воспитанник, принц летучих мышей, получил 29 уровень. Ваш воспитанник, принц летучих мышей, получил 30 уровень. Нет, судя по двум уровням, мы его кровососа с опытом не обидели. Вот он со мной и сравнялся по уровням. Угостил его склянкой с кровью зайца. Пусть принц отметит по-людски важное событие. Звякнуло письмо. Глянул, от кого. О-о-о! Сам орк, великий убийца, на все века 295 уровня нарисовался. Хотя, скорее всего, уже 294. Чем выше уровень, тем больше опыта теряешь при гибели. Флегматично внес орка в список врагов, чтобы не забыть, и открыл почитать письмецом. С игроками такого уровня я переписку еще не вел. «Привет, Трой! Что это за хрень, которой ты меня приложил с первого раза? Ну, ты меня удивил, так удивил. Это амулет или заклинание? Это продается? На худой конец, если это заразно, я готов этим заразиться, если смогу освоить эту убойную штуку. Сразу даю 10 тысяч золотых монет, не глядя. «Само собой, если договоримся, ты больше не моя мишень. Хочешь, в качестве бонуса еще принесу головы верхушки черных соколов, которые тебя заказали. Ты, главное, не обижайся на сегодняшнее и не молчи». «Да, игрок 295 уровня таки меня зауважал. Я, в принципе, и не обижаюсь особо. Таки он в игре, и для него это фан брать заказы на игроков. Но помочь ничем не могу, если бы и захотел. Заклинание индивидуальное передать невозможно». «Кстати, а на кого мне обижаться за мою гибель? На Руфаэль?» «Можно, но бесполезно». Как все же Руфаэль вдруг оказалась среди агров. Вроде в нубятнике была совершенно нормальной девчонкой. Увидела награду за мою голову и соблазнилась круглой суммой. Решила защитить себя таким образом от новых нападений агров. Руфаэль я мстить не собирался. Чтобы я начал мстить женщине, я даже не знаю, что ей надо сделать. Женщина для меня — это еще один способ восхищаться миром через общение с ней. И портить это приятное ощущение беготней за ней с кинжалом я не готов. Руф. 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 Субтитры создавал DimaTorzok